Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топик Геймс и мы на аккаунте Михалыча ребят и вот только недавно я закончил прохождение всех заданий рейдеров, по-моему должно все засчитаться, все засчиталось полностью все, 177 репутаций и ребят мы отправляемся на утренний рейд, кто ходит в гости по утрам тут поступает мудро. И как говорится еще хотел бы обратить ваше внимание на лайки, не забываем ребят лайкать этот видосик и подписываться на канал если вы этого еще не сделали, спасибо всем заранее от души и так мы нажимаем завершить 177 репутация, ок и чинно благородно давайте также заюзаем нашего лекаря, посмотрим что же он нам предложит. А странные ягоды это шанс найти оружие, обязательно заюзаем, посмотрим насколько они будут выгодны. Самая увлекательная реклама в мире у нас закончилась и я уже заметил что твой самый лучший лайкос в ютубе тоже уже стоит под моим видео. А мы нажимаем ok и отправляемся на рейд. Да, у нас с собой есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 топоров, 3 заряда C4. C4 никогда не бывает много, также у меня есть с собой глок полностью модернизированный. Если, как говорится, есть еще одна ячейка, но это об этом позже. Я уже не знаю, после обновления 1.9 немножечко запутался в этих модернизациях, чертежах и все, что с этим связано. Выходим на локацию глобальную и плеер 64.00. Ну ладно, так и быть, идем к тебе. Плеер, держись, мы уже в пути. Вода, еда есть, можно немножечко сразу подкрепиться. Так воды должно хватить и еды, то есть полностью 100% голод, жажда у нас удалено. И мы заходим на базу 64.00. Интересно, какая база в этот раз в нее попадется. Железо? Может быть. Камень? Тоже может быть. Или простая соломина? Тоже может быть. Ребят, может быть все, что угодно. Чопера нету, это означает, что в принципе база уже начинающая. И так как она не застроена полностью по всему периметру, тоже в принципе база может быть начинающая. Так как она не сильно маленькая, смотрите, то в принципе у нас есть все шансы, чтобы найти хороший лод. Воспользуемся вот этой сушилкой, чтобы войти вот так по-хитрому в эту базу. Может быть зомбятина, ну я думаю, но вряд ли зомбятина влезет в эту щель. Но, как говорится, если попробовать, за это никто еще пол бы не давал. А мы сейчас сломаем еще одну стеночку. Походу, походу, ребят, это второго левела стеночка. И тут в принципе ничего нету. Вообще ничегошеньки. И у нас присутствует 5 ящиков, которые по традиции давней мы уже сначала взломаем, потом залутаем. Интересно, насколько будет крутой там лут, конечно. Инструмент сломался, уже 2 топора уничтожил, по моим подсчетам. Если сейчас зомбятина не прибежит, то все-таки мой план работает. Походу, работает еще и со всей силы. Вот эта сушилочка, ребят, вообще со всей силы нам помогает. Совсем не приходит зомбятина. И, пожалуй, можно будет приплюсовать к этому рейду еще 2 огнестрельчика, которые мы сэкономим на этой базе, на этом рейде. Так, первый ящик и нам приносит 5 красных талонов, немножечко телефонов, микрухи будем выбивать. Кто-то написал в прошлых комментариях, что, ребят, с 10 телефонов получил сразу много микросхем. По-моему, 3. Это для меня много. Кожа. Кожа. Ребят, кто стыкался с фармом кожи, скажет, что это совсем неплохой материал, потому что за кожей нужно гоняться не по одной локации. Смотрите, как зомбятина старается меня отпинать, но ничего у них не получится. Я за стенкой, и эта стенка не пробивается. Следующий ящик и следующий лут. Части двигателя и микрухи. Вы скажете, банально. Ну а почему бы и нет, ребят? И такой лут тоже должен быть. Ключи тоже поедут со мной домой. Следующий ящик и следующий лут. Лут это железные слитки. Хотелось бы, конечно, более крутой лут, но за не менее ничего. И железные слитки тоже нам понадобятся. Так. Нужно приманить всю зомбятину вот в этот угол и воспользоваться своим скиллом флэша. Опа! Да ладно! Смотрите, открыл последний. Пожалуй, мне всё-таки свободное место понадобится. Дополнительного кармана у меня нет. Требуется навык. Нужно будет выложить что-то в чоппер. В чоппер мы, пожалуй, выложим сразу же 3 заряда C4 и микросхему. Всех зомбей мы оставим ровно здесь, в противоположном углу. И быстренько выбежим сейчас с ускорением флэша. То есть, с навыком ускорения к чопперу, чтобы выложить быстренько вот это всё в чоппер и вернуться назад. Так, нажимаем ускорение. Очень быстро передвигаемся. Зомбятина уже бежит, ребят. Они тоже не стоят на месте. Вот немножечко втыканул я. Опять втыканул. Но, надеюсь, что много урона мы не получим. Получили немножечко звездюлей от бегунов. Но, пока что всё идёт по плану. Опа! Чирик, ребят. Вот, смотрите, зомбятина не пробегает эту сушилку. Поэтому, ребят, если вы видите какие-то предметы, которые стоят очень близко к базе. Пожалуйста, под углом зарубитесь. Зайдите. И вот такой вот бонус получите. Без единого выстрела мы берём эту базу. Катаны, естественно, поедут с нами. Большие птички, естественно, тоже поедут. Катаны надбитые, пожалуй, оставим. А вот в последнее время, ребят, нам больше всего нужно, наверное, оружие. Потому что именно с оружием мы качаем в станке переработки тот навык, который очень и очень сильно нам нужен в дальнейшем выживании. То есть для модернизации всего оружия. А мы сейчас, наверное, ткань оставим здесь. А вот этот глок, который, в принципе, должен переработаться в станке и принести нам какие-то полезные детали. Вот сейчас уедет с нами. Так, пожалуй, всё, что хотел, я забрал. Давай теперь проверим ещё раз. Там зомбятины трощат, голубой эти заборы. Можно, конечно, крепкий алкоголь. А тут оставить и взять ещё что-то более нужное. Ну, пожалуй, крепкий алкоголь возьмём с собой. Там один фотоаппарат всего лишь. Я бы вот этот мачете взял с собой. Давайте посмотрим, какой в сложности крафта мачете. Мачете, пожалуйста, крафтится вот так. Он легче крафтится даже, чем топор. Давайте этих зомбицов, тупицов приманим с собой вот сюда к забору. А себе, используя ускорение флэша, то есть, какого флэша, ребят? Просто ускорение навык. Уходим с этой базы и давайте делиться с рейдерами. Для рейдеров у меня есть отдельный подарочек. Я специально для них храню там алюминиевую проволоку, которую наискал везде. Бункер Альфа. Всю базу оббегал и спрятал, сложил практически всё, что нашёл на своей базе. По алюминиевой проволоке в один ящик. И теперь буду делиться этим всем с рейдерами. А мы так. Ну что, в принципе, такой себе луда, сказали бы вы. Но учтите, что Глок М16 полностью модернизированный. Был полностью сэкономленный на этом рейде. Парочка ударов всего лишь прошла по персонажу. Вполне крутой рейд. Вполне себя оправдал. Бывали намного хуже. Очень сильно хуже. Хуже намного были рейды. Так, ладно. Мы приходим на базу. Смотрим, что у нас тут рейдеры. Стоят и ушами шевелят. Так, где хранилище с алюминиевой проволокой? Сюда иди, алюминиевая проволока. Надеюсь, вот этого всего нам должно хватить за глаза. Так. Рейдер осы. Хля, похоже на правду знал, что тебе можно доверять. А так и так тоже, ребят. А вот так. А так еще лучше. Три. Ха. Два. Один. Нормально, нереально. Ребят, вот так вот произошел мой рейд. Пока рейдеры. Пока, ребят, кто смотрел. Все, я надеюсь, не забыли поставить лайкосик. Подписаться на каналчик. И я надеюсь, что мы увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok